Всем привет, друзья! Наткнулся я тут только что на одно видео. Для тех, кто не узнал, это Любовь Соболь. Катается на кабриолете возле моря. И тут два варианта. Или она так троллит своих подписчиков, или она тп. Потому что Навальный буквально недавно кричал, ну Навальный, Соболь, это вся одна контора ФБК. Так вот, Навальный кричал, что их ограбили и просил скинуть им деньги на восстановление. Ну видимо скинули. Просто взяли и объявили криминальными деньгами все пожертвования, которые вы отправляете в фонд борьбы с коррупцией. Вот, Алексей Навальный рассказывает, что денег у них больше нету. Я хочу сказать в первую очередь о том, что мы свою работу не остановим, не прекратим, Не переживайте. Действительно, скорее всего, у нас в течение какого-то времени будет довольно сложный период жизни. Так, а сложный период уже прошел? Или он еще не наступил? Или он прямо сейчас идет этот сложный период? В жизни, ну, никогда у нас хорошего особенного периода и не было. Но тем не менее, мы не сдадимся, восстановимся и будем биться с жуликами и ворами дальше. Да, это все хорошо, но тут, знаешь, как бы самому не превратиться в жулика и вора. Или не спалиться, что ты жулик и вор. Тут как посмотреть. Второе. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в умном голосовании. А именно благодаря вам сейчас Владимир Путин так сильно расстроился и так громко стучит ножками на всю страну. Ну, это здорово, это уже само по себе очень приятно. Ну, Навальный хитрец. Смотрите, как хитро придумал. Сначала он говорит, что Путин разозлился и из-за этого у нас возникли проблемы. Владимир Путин очень расстроился и стучит ножками. Именно это мы сейчас наблюдаем в 41-м городе. По всей стране идут сейчас около 100 обысков просто во всех наших помещениях. Потом через пару предложений он говорит, что это благодаря вам Путин расстроился. А именно благодаря вам сейчас Владимир Путин так сильно расстроился и так громко стучит ножками на всю страну. Мне кажется, или Алексей только что переложил ответственность на своих подписчиков. Ну, конечно, он напрямую этого не сказал. Он их похвалил, вы молодцы, мы разозлили Путина. Но теперь у нас проблемы из-за этого. Он, знаете, сделал так, чтобы они почувствовали свою причастность, почувствовали свою вину в том, что у Алексея теперь бедственное положение. Слушайте, хитро, прям голова. Попахивает каким-то НЛП, правда. Третье, я хочу, конечно, сказать слова поддержки всем тем ребятам, которые сейчас не увидят этот ролик, потому что у них идут дома обыски. Молодцы, держитесь. Вы, ребята, молодцы, но вы держитесь. Вы тут держитесь, не забывайте держаться, и вы молодцы. В-четвертых, я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал ФБК, поддерживает. Я надеюсь, будет поддерживать, потому что сейчас нам особенно нужна ваша поддержка. Любая, моральная, материальная. Правильно, Руслан, нужна нам поддержка? Очень нужна ваша помощь. Очень нужна ваша помощь и поддержка. Напишите, я не знаю, про нас просто какое-нибудь хорошее, доброе слово где-нибудь. Или зайдите внизу по ссылке, отправьте нам донат. Ну, им, конечно же, надонатили. А потом их же подписчики начали смотреть на эти фоточки из Калифорнии. Соболь на кабриолете. И начали что-то подозревать. И, собственно, хорошие слова начали писать. Вот уже Алексей жалуется из Калифорнии. Когда душа просит ужина, а приходится завтракать. 11 часов разницы с Москвой. Через часа три после завтрака уже очень хочется спать. Вы там держитесь, видите, и Алексей тоже держится. Так что не надо на него накидываться с вопросами. Откуда деньги? Он держится. Он человек, ну вот видно по лицу, что страдает. Хочет поспать, но не может, потому что прошло часа три после завтрака. Кстати, здесь в Кремниевой долине какое-то неимоверное количество русских. Только что к нам подошла семья. Обсудили с ними умное голосование. Кого по какому округу стоило выдвигать? Где ошиблись? Как будто и не уезжал из Москвы. Представляете? А вот ему уже пишут. Жулик и вор. Ну, почему сразу жулик и вор? Ну, он же заработал деньги. Вот как раз следующий комментарий. Откуда деньги? Заработал. Не надо задавать Алексею такие глупые вопросы. Он их не любит. Вот человек правильно пишет. Пошлю-ка я еще 100 рублей на борьбу с коррупцией. А то завтрак в США не дешевый. Как, собственно, и все остальное. Так что по сто это мало. Наверное, лучше по 200. А лучше по 500. Вон, инвестор пишет. Держитесь там, Алексей Анатольевич. Ну, по лицу Алексея Анатольевича видно, что он прям держится. Держится изо всех сил. Сейчас упадет. Добро пожаловать в Калифорнию. Полностью поддерживаю вашу программу. А ведь неплохая программа. Выдаете у хомяков последние деньги на ремонт студии. На восстановление, точнее, студии. А потом за них свалить за кордон. Отличная программа. И следом. Мы и здесь власть. Да, чувак. Вот именно ты. И здесь власть. И там власть. Чаще повторяй себе это. Алексей, ты со своей страны собрал деньги на восстановление студий и отдела по борьбе с коррупцией. Откуда у тебя деньги на такие путешествия? Хотелось бы услышать объяснение, чтобы не думать в дальнейшем про тебя всякие нехорошие мысли. Хотелось бы, говорит, услышать объяснение. Слушай, мужик, как часто Навальный объясняет, куда он потратил ваши деньги. Он собирает уже годами донаты, это самый успешный блогер на ютубе. Потому что он гребет деньги действительно лопатой. Зайди к нему на стрим и посмотри, сколько ему донатят. Он хоть за копейку отчитался? Нет, ваше дело не спрашивать. Ваше дело донатить. И все на том. А Алексей сам уже разберется, как надо бороться за ваши права. Вон, вы можете смело покричать, мы здесь власть. И все на том, не надо задавать лишних вопросов. Лучше напиши, красиво жить не запретишь. И ведь действительно, кто ему может запретить красиво жить? Ты, я или кто-либо другой? Нет, это его право. А что любовницу не взял? Денег не хватило. К слову, если Навальный окучивал свою аудиторию уже не первый год, и его аудитория уже плюс-минус привыкла к таким перлам, то с Соболь обстоят дела немножко иначе. Она тоже решила похвастаться и выложила свои покатушки на кабриолете в инсту. Что из этого вышло? Давайте посмотрим. Не стыдно на пожертвования отдыхать, пока всех садят в СИЗО? Ну, как видишь, не стыдно, отдыхает же. Причем фишка в том, что Соболь призывала выходить людей на несогласованные акции. И из-за этого их упаковали. Тут можно сколько угодно кричать, что их незаконно посадили, что сроки слишком большие. Но факт остается фактом. Соболь их призвала выйти на несогласованные акции. Несогласованные равно незаконные. Они нарушили закон. Он может нравиться, он может не нравиться. Но таков закон. И нарушать его не следует. Зажигай, Люба, назло кремлеботам. Пусть от зависти сдохнут. Да качо кремлеботам-то завидовать. Кремлеботы посмеются над хомяками очередной раз и все. И сразу красиво живете, видимо, хорошо зарабатываете. Собственно, поэтому кремлеботы и посмеются над хомяками. И вот уже сами хомяки почуяли, что их держат за лохов. Пишет, на таких лохах, как я. И ему отвечает, ну да, они всех за лохов держат. Как говорится, кто бы мог подумать, да, что вас за лохов держат. Осуждаю, товарищи. Ну, осуждай. И дальше что? Осудил? Ну все. Можешь быть свободен. Извечный вопрос. А откуда деньги на день рождения? Ну, извечный ответ. Заработала. Не твое дело. Откуда деньги? Как Америка? Ну, посмотри на счастливое лицо любови и ответь сам на свой вопрос. Как Америка? Че за херня? Пока парни получают сроки, вы тут катаетесь. Днище. Парни свое дело уже сделали. А теперь можно и отдохнуть. Тем более мы все видели, как Соболь голодала, ездила по СИЗО. Ну, скажем так, зарабатывала себе на отдых. Ну вот, теперь отдыхает. За новыми инструкциями к действиям и баблом поехала в Америку. Кстати, да, как вариант. Сейчас приедет и дальше будет рассказывать, как все плохо. Хорошо отдыхаете, удачи быть выездной и чтобы тебе дорогу не переходили. Да, отличное пожелание. Я думал, кремлеботы это фейк. Но вон их сколько в комментариях налетело. То есть некоторые из них даже на своих умудряются повесить клеймо кремлебота, если тот задает вопросы. Повесть о том, как легко людьми манипулируют СМИ. Налетели кричать, откуда кэш и почему ты не с нами в дерьме. Смотри, чувак, в чем тут фишка. Сначала Соболь рассказала тебе о том, что ты живешь в дерьме. Потом взяла у тебя деньги и уехала отдыхать за границу. Если ты не понимаешь, почему у твоих единомышленников возникают вопросы, откуда кэш, то тогда ты идеальный подписчик Соболь и Навального. А что касается кремлеботов, кремлеботы, как ты их называешь, прекрасно знают, откуда кэш. Короче, этим заниматься можно долго. Там процентов 80 комментариев, которые я читал. Это были или претензии, откуда бабло, или как тебе не стыдно, пока наших сажают, ты отдыхаешь, катаешься на кабриолете. И конечно же, ни Соболь, ни Навальный не ответят, откуда кэш. Им проще сказать, что налетели кремлеботы. А хомяки, которые еще не успели спросить, откуда кэш, побоятся спрашивать, потому что тогда их тоже назовут кремлеботами. Ну а я и дальше буду наблюдать за этим, потому что это забавно. Ну а у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok